Потом он опять опускается на колени, затем пытается еще раз встать. И на четвертый день он уже твердо стоит на ногах. Огромное терпение, любовь и привязанность матери и старшего слоненка дали ему необходимое время и поддержку, чтобы остаться в живых. В то время как некоторые люди, псевдоученые, эволюционисты, рассматривают убийство больного ребенка как эволюционную необходимость, обитающие в природе животные покровительствуют своему больному потомству с самоотверженностью и милосердием, готовые умереть вместе с ним. Заключение Истины, с которыми мы ознакомились в этом фильме, показывают, что природа, вопреки утверждениям эволюционистов, вовсе не арена постоянных столкновений и борьбы. Животные, опять-таки, отрицая все законы, выдуманные так называемыми учеными, не ведут себя дико и беспощадно. Более того, многие обитатели природы являют нам, людям, примеры самоотверженности и милосердия. Они стойко и безропотно переносят многие трудности ради своего потомства. Они не останавливаются ни перед чем ради защиты своего потомства и, если потребуются, жертвуют даже собственной жизнью. Ибо живые существа, вопреки заявлениям дарвинистов, не произошли случайно. Все они сотворены Аллахом и, необъяснимые никакими доводами эволюции, чувства любви, самоотверженности и милосердия, это дар всемогущего Творца, который Он внушает каждому живому существу. Знание и могущество Аллаха беспредельно и объемлет собой все сущее на земле. Ведь напоминает нам Всевышний в Коране. Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же слоев земли. Нисходит повеление Его между ними, чтобы вы знали, что Аллах мощен над всем сущим, что Аллах объемлет Своим знанием все сущее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удивительное путешествие лосося. В реках западного побережья Северной Америки обитают одни из самых необычных мигрирующих живых существ. Это лососи, которые, вопреки многим трудностям и препятствиям, преодолевают огромные расстояния. Жизнь лососей начинается тогда, когда их мама откладывает на дно мелководной реки икру. Первым питанием для мальков являются питательные пузырьки, которые были особым образом размещены в экринке. Через несколько недель они достигают такой величины, которая позволяет им уже питаться самостоятельно. На протяжении года они живут в реке и набирают вес, постепенно становясь все крупнее. Лососи созданы так, что могут обитать как в пресной, так и в морской воде. Цель этой особенности их организма заключается в чудесном путешествии, которое совершит эта рыба. Прекрасным весенним утром тысячи лососей одновременно начинают мигрировать вниз по течению реки. Конечный пункт, которого они достигают по завершении нескольких недель путешествий, поистине величественен. Это Тихий океан. Как только рыбы входят в океанские воды, их генетический механизм тотчас же совершает ряд структурных изменений, и рыбы обретают способность жить в соленых водах. На протяжении последующего одного или четырех лет им предстоит преодолеть в океане огромное расстояние. Они проплывают вдоль американского побережья мимо Аляски и, проделав большой полукруг по направлению Японии, возвращаются назад. По завершении этого путешествия лососи уже полностью созревают и становятся готовы к самому последнему и самому трудному в своей жизни путешествию. Они вернутся в родные места, то есть в реку, в которой они появились на свет. В водах реки, по которой они несколько лет назад отправились в свое первое путешествие в океан, они начинают плыть против течения. Они не останавливаются ни перед какими препятствиями. Даже если перед ними возникают водопады, рыбы преодолевают и их, стремительно выпрыгивая из воды и плывут дальше. Такие прыжки позволяют им брать препятствия высотой даже в три метра. Они настойчиво продолжают свой путь, протяженность которого составляет почти 3200 километров. За все время путешествия они вообще ничего не едят, а используют энергию, припасенную ранее в океане. В результате упорного пути они достигают именно того самого места, где несколько лет назад появились на свет и мечут там икру. Их главная задача в жизни выполнена, и спустя некоторое время рыбы умирают. Путешествия лососей являются одним из самых поразительных и необъяснимых явлений в природе. Каким образом тысячи лососей после нескольких лет, проведенных в океане, находят свою реку? Для этого им сначала следует распознать ее среди тысяч других рек, впадающих в огромный Тихий океан. Более того, они должны плыть вверх по течению совершенно безошибочно, и несмотря на многочисленные разветвления реки, точно выбирать только необходимое им направление. Лососи безошибочно справляются с этой непосильной, на первый взгляд, задачей. Но как им это удается? И для чего они преодолевают эти безумные трудности? Сначала попытаемся ответить на вопрос «как». Проведенные исследования показали, что для осуществления этого путешествия лососи сотворены со специальной системой ориентации. Для определения необходимого им направления в океане они наделены естественным компасом, чувствительным к магнитному полю Земли, благодаря которому они очень легко ориентируются в гигантских просторах Тихого океана. Но основная проблема заключена в том, каким образом лососи распознают место впадения в океан своей реки. Ведь это предусматривает наличие другой системы, помимо естественного компаса. Исследования показали, что лососи сотворены самой чувствительной в мире обонятельной системой и распознают свою реку по присущему ей запаху. Люди не могли бы даже предположить, что реки имеют присущие только им запахи. Но в действительности каждая река на планете имеет собственный химический состав. Причем разница между этими составами порой столь мала, что не может быть определена практически ни одним живым существом. За исключением, конечно, лососи. Один из случаев, демонстрирующих поразительную способность лососей к ориентации, произошел в рыбном хозяйстве Прерия Крик, что в штате Северная Каролина. Открытие, сделанное в этом хозяйстве, выявило истинное чудо необычайного путешествия. 2 декабря 1964 года в одном из бассейнов рыбного хозяйства среди сотен других мальков был обнаружен крупный двухлетний лосось. На задней части туловища рыбы имелась особая метка рыбного хозяйства Прерия Крик. Это означало, что эта рыба одна из тех, что были выращены здесь два года тому назад, а затем выпущены в океан. Но как могла рыба, вернувшись из океана, проникнуть в закрытый бассейн? Тут-то и вскрылся поразительный факт. Решача, считай, крышка канала, служащего для стока избыточной воды бассейна, была проломлена. Но могло ли случиться так, что рыба, пытаясь вернуться к месту своего появления на свет, вошла в водосточные каналы хозяйства и проникла в бассейн, пробив решетку канала? Однако другого объяснения происшедшему попусту не было. Хотя, принимая во внимание тот путь от океана к бассейну, который необходимо было преодолеть рыбе, это казалось совершенно невозможно. Для возвращения в свое хозяйство путь этого лосося должен был начаться отсюда, то есть с места впадения реки Рэдук-Крик в океанские воды. Далее рыба должна была проплыть пять километров против течения и добраться до первого разветвления реки. Здесь она должна была принять правильное решение и направиться к северу. Но далее она столкнулась бы с более трудной разветвлением, поскольку в этом месте она получала бы два одинаковых для нее сигнала. Первым и логическим выбором для рыбы было бы плыть вправо, потому что воды рыборазводного хозяйства, где появился на свет этот лосось, вытекали отсюда. Но почему-то рыба направилась влево и стала продвигаться к хозяйству сзади. Причина этого поразительного решения лосося скрывалась под автомобильной трассой. Здесь проходил канал, куда сбрасывались избыточные воды рыбного хозяйства. Обычно количество воды в этом канале было очень мало, и вода впитывалась в землю, так и не достигнув реки. Но этот год был очень дождливым, поэтому воды канала достигли реки, и это мелкое течение было достаточным путеводителем для лосося. По всей вероятности, рыба, увлекаемая знакомым запахом, должна была переплыть в канал и продвигаться по нему. Она должна была плыть, а иногда и просто ползти на боку в этом течении глубиной всего в 5-10 сантиметров. Потом она должна была отыскать верную дорогу в запутанной сети водосточных труб. При этом она все время рисковала оказаться зажатой в трубах. Лосось застрял бы здесь, в бетонном канале, закрытом сверху деревянным настилом. Но лосось не остановился. Он нашел трубу диаметром 12 сантиметров. Соединяющий этот канал с бассейном, стал продвигаться по ней и столкнулся с последним препятствием. Металлической решеткой, прикрывающей трубу сверху. Это препятствие он преодолел сильными ударами головы. И в конце этого невероятного путешествия лосось добрался до бассейна и так далее. Продолжение следует...